Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Почти на месяц раньше срока в Сургуте подрядчики планируют досрочно завершить реновацию дороги по улице Сосновая. Пенсионеры Ханты-Мансийска прогулялись по Нью-Йорку и Парижу онлайн. В Югре отметили день интернета. Человек-собаке-друг. Расскажем, как в Пойковском неравнодушные жители с помощью экскаватора вызволяли пса из котлована с водой. Шумные соревнования организовали в Советском. Любители громкой автомобильной музыки со всей Югры мерились децибелами. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре ожидается резкое похолодание. Ночью столбики термометров будут показывать до минус 6 градусов. Синоптики предупреждают. В ближайшие дни ожидается дождь и мокрый снег, возможно, гололедится, а также туман. Днем температура воздуха будет держаться в районе 50 градусов. На начало октября специалисты регионального гидромедцентра обещают еще более холодную погоду. Показатели термометров опустятся до отметки минус 4 градуса. Возможен дождь и мокрый снег. Впрочем, такая погода вскоре должна установиться во всем Уральском федеральном округе. В ближайшие дни в Югре температура воздуха днем составит 3,5 градусов выше нуля, ночью до минус 3. Несмотря на сюрпризы погоды, в Сургуте подрядчики планируют досрочно завершить ремонт дороги по улице Сосновая. Сейчас специалисты укладывают выравнивающий слой. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили 18 лет назад. Эта трасса находится в промышленной зоне города. Именно ее видят гости Сургута, когда въезжают со стороны Нижневартовска. Помимо обновленного полотна, водителей порадует освещение данного участка. Здесь добавили 6 световых опор, а лампы заменили на светодиодные. Также подрядчики построили новые тротуары. Раньше пешеходам приходилось ходить вдоль трассы. Отмечу, деньги на реновацию – 30 миллионов рублей – выделили из городского бюджета. Всего в этом году на ремонтную кампанию в Сургуте потратили более полумиллиарда рублей. В сегодняшний день там ведется укладка выравнивающего слоя с последующей укладкой верхнего слоя ШМА. Работы будут продолжаться всю эту неделю. Надеюсь, к понедельнику мы эту улицу уже сдадим. Делегации Югры принимают участие в работе российской недели ГЧП в Москве. Значительная часть повестки Конгресса посвящена городскому развитию и реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. Особое внимание участники уделили программе по софинансированию строительства школ в регионах. Также в столице обсудили развитие транспортной инфраструктуры, проектов в сфере энергетики, ЖКХ и экологии. В одной из сессий принял участие заместитель губернатора Югры Роман Генкель. Он выступил спикером на открытых дебатах, посвященном законодательным изменениям в сфере государственно-частного партнерства. В ходе обсуждения ведущие эксперты определили ключевые направления в нормативном развитии. Когда отдельное проектирование, отдельная стройка, а потом отдельная эксплуатация, на каждом из этих этапов какие-то могут быть проблемы. То объект не так запроектировали, то не так построили и прочее. Концессия должна нести в себе целевую эксплуатацию. Но сейчас, пока мы создадим рынок таких операторов, вот у нас пример. У нас строители не готовы были идти даже на техническую эксплуатацию. Потому что мы строим, зачем бы нас вообще сюда тянет? Убедили, разговаривали, все. Завели новых игроков из других регионов. Сейчас рынок сформировали. Следующий шаг – это уже целевая эксплуатация. Ну то есть это рынок, который будет меняться, исходя из этого какие-то решения уже будут и на законодательном уровне применяться. То есть это, наверное, какая-то этапная работа. По итогам прошлого года Югра сохранила лидерство по уровню развития государственно-частного партнерства и вошла в топ-10 субъектов Российской Федерации по этому показателю. Объем инвестиций по проектам ГЧП за 2020 год превысил 19 миллиардов рублей. В Москве Югра поделилась опытом реализации проектов в сфере ТКО. В округе запланировано создание пяти комплексных межмуниципальных полигонов. В Нижневартовске, Нефтьюганске, Нягоне, Ханты-Мансийске и Сургуте. Их общая мощность составит 590 тысяч тонн в год. Также несколько дней назад регион подписал концессионное соглашение в отношении полигонов в Сургутском районе. Объем инвестиций составит почти 4,5 миллиарда рублей. Строительство объекта с соблюдением экологических требований хотят начать в следующем году. Отмечу, что на всех полигонах планируют проводить сортировку мусора, утилизацию, а также обезвреживающие размещения ТКО. Сургутский Крылов парк уже страдает от вандалов. Открытие уникального для города объекта прошло всего неделю назад, а горожане уже приступили к порче имущества. Если мелкие сколы на малых архитектурных формах – результат поведения детей, то граффити на фигурах парка – дело рук вандалов. Напомним, в Крылов парке установлено около 40 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, но пока они не приносят должного результата. Как нам сообщили в управлении лесопаркового хозяйства города, парк до сих пор находится в процессе передачи от застройщика муниципалам, поэтому камеры пока не просматриваются. Между тем, сургутянам Крылов парк очень понравился. Посмотреть новый объект приезжают со всех районов Сургута. Между тем, представители подрядчика напоминают малые архитектурные формы, такие как леса, аэс, тачки и прочие, изготовлены из стеклопластика и не предназначены для активных игр. Строители призывают беречь городское имущество. В Дюгрии реализуют 21 проект по комплексному развитию территории. Об этом говорили на заседании Совета по развитию инвестиционной деятельности, которую провела губернатор Наталья Комарова. Так, в округе принят ряд документов, позволяющих использовать механизмы комплексного развития территории. Например, сейчас в ряде муниципалитетов начинается подготовка земельных участков для строительства. Это Нефтьюганск, Пытьях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион и Нижневартовск. Здесь в ближайшие 4 года реализуют 21 проект. Их общая стоимость превышает 55 миллиардов рублей. Отмечу, это не только строительство новых домов, но и социальная и инженерная инфраструктура. Таким образом, планируется, что механизмы комплексного развития позволят возвести в Югре до 1 миллиона квадратных метров жилья. В Покачах продолжается строительство уникального для города объекта. Подрядчики выходят на финишную прямую. Теплый берег уже похож на то, что изобразили архитекторы в проекте. Полностью готовы деревянные дорожки и установлены барбекю-чумы. А еще здесь будет веревочный парк, автомобильная парковка, кафе и антикафе. На территории установят приборы для борьбы с гнусом. Найдется место и для спортивных развлечений. На объекте запланированы площадки для занятий воркаутом и командных игр. Для любителей четвероногих здесь создадут площадку для выгула и для дрессировки собак. Юных посетителей порадует археопарк. Основание под него уже готово. Осталось дождаться, когда смастерят скульптурные скелеты мамонта. Поиграть здесь могут следующим летом. В производстве уже на днях должны привести так называемый Великий Бубен. Будет центр фото-выставки, фото-зоны для наших жителей. Будет установлен возле воды. Появляются дополнительные пешеходные, велосипедные дорожки на объекте. С каждым днем прибавляются метры. Объект растет, насыщается малыми архитектурными формами. Ленторский детский сад стал одним из восьми жемчужин дошкольного образования России. Коллектив учреждения «Город детства» из Лентора одержал победу во всероссийском конкурсе. Педагоги используют в своей работе уникальную технологию – мобильное электронное образование «Медийный образ». Это пилотный проект, который позволяет детям «Ханты» и «Манси», которые живут в отдаленных районах, дистанционно посещать детский сад в привычных для них условиях. Отмечу, что для коллектива «Города детства» это уже вторая жемчужина. Первую детский сад получил в 2018 году. Сегодня пенсионеры «Ханты-Мансийска» смогли прогуляться по Нью-Йорку и Парижу. Правда, в онлайн-формате с помощью устройств виртуальной реальности. Так в Югре отметили день интернета. Необычную экскурсию и образовательную викторину для пенсионеров подготовили сотрудники Государственной библиотеки Югры и Департамента информационных технологий. Пожилые пользователи интернета смогли погрузиться в увлекательный мир виртуальной реальности, а также проверить свои цифровые знания. В этом им активно помогали волонтеры. Напомню, в Югре активно разрабатывают обучающие сервисы для пенсионеров. Так в округе с 2014 года работает проект «Азбука интернета». За последний год его услугами воспользовались больше 2000 пожилых людей. Мы озадачены тем, чтобы информировать вообще все население. Мы пытаемся рассказывать о своих сервисах, которые мы создаем всем гражданам. Старшие населения, они так же заинтересованы, они так же развиваются, как и мы. Нет никакого отличия. И у них точно такие же потребности, как и у всех других граждан. Поэтому мы стараемся им упростить их жизнь. Еще 182 человека в Югре победили коронавирус. При этом за сутки в округе зарегистрировали 181 новый случай. Заболевший есть в 19 муниципалитетах. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего положительных результатов в Сургуте 66. На втором месте антирейтинга Ханты-Мансийск здесь заразился 21 житель. В Нижневартовске 16. В остальных городах и поселках по 14 менее случаев. На момент постановки диагноза у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ. В 25 зафиксирована пневмония. В Нефтьюганске 200 жителей, переболевших коронавирусом, прошли углубленную диспансеризацию. Таковы данные за месяц. Сейчас обследования проходят еще полтысячи горожан. В день закрывают осмотры по 10-15 человек. Приоритеты под приоритеты пациенты, которые находились на искусственной вентиляции легких. Обследование проходит в два этапа. Сначала медики проводят спирографию, изучают функции легких, биохимические и клинические анализы. Изучают уровень свертываемости крови. И при выявлении каких-либо проблем пациента направляют на второй этап. В случае низкой сатурации назначают УЗИ сердца и компьютерную томографию легких. В зависимости от результатов исследований, специалисты формируют план реабилитации пациента. Пройти углубленный медосмотр можно через два месяца после выздоровления. В ходе первого этапа мы видим те лица, которые перенесли пневмонию средне-тяжелую. Есть нарушение дыхательной функции. Есть выявляем пневмофиброз. Выявляются изменения миокардитов. Достаточно большое количество стало появляться после того, как лица наши пациенты перенесли коронавирусную пневмонию. Поражение многих органов. В том числе эндокринных органов. В Нижневартовске медики окружной больницы предлагают пациентам легкий способ похудения. С начала года в столице Самотлора провели уже 45 бариатрических операций. Но так было не всегда. Раньше жители уезжали на лечение в крупные города России. Сейчас это можно сделать в Нижневартовске по полису ОМС совершенно бесплатно. Кстати, сегодня прошли еще две такие операции. Руководил процессом врач-хирург из Санкт-Петербурга Александр Неймарк. Подробности расскажем в следующем сюжете. После этой операции пациенту не придется снимать швы. Их попросту не будет. При этом медики удалят больному часть желудка. Все дело в современных технологиях. Сейчас больной весит больше 100 килограммов. Он страдает морбидным ожирением. После процедуры сможет избавиться от лишнего веса. Техническая особенность этих операций заключается в том, что они изменяют пищеварение у пациента. И благодаря этому позволяют пациенту изменить свое пищевое поведение. И повлиять на определенные метаболические параметры здоровья. На сахарный диабет второго типа, на уровень холестерина в крови и так далее. И в конечном итоге получить позитивный результат. В среднем такая операция длится 2-3 часа. Но перед этим пациента готовит целая бригада специалистов. Диетологи, эндокринологи, терапевты. Медики должны учесть и просчитать все возможные риски. Например, как повлияет на больного анестезия и как он будет восстанавливаться. Мы используем различные высокие технологии в хирургии. Это и ультразвуковые ножницы, и различные продвинутые энергии для остановки кровотечения, разделения тканей. Самые современные, в принципе, на сегодняшний день. Мы используем стойку апароскопическую, то есть то оборудование, через которое мы смотрим внутри организма. Оно работает в формате 3D. Кстати, Павел Калятко сегодня ассистировал Александру Неймарку. Вместе со своим отцом. Тоже хирургом. Молодой медик дважды в неделю оперирует людей с разными проблемами здоровья. Все чаще его привлекают к операциям по бариатрии. Пока мы не занимались этой проблемой, мы думали, что ее вообще нету, не существует. Оказалось, что действительно очень много. Очень много, и люди не знают, что делать. Ну, как бы, понятно, диета, кто-то может сидеть на диете, но она тоже, знаете, до определенного момента дальше уже не помогает. А здесь есть технические приемы, которые позволяют человеку не мучаясь, просто он будет мало кушать, и ему не будет хотеться еще больше есть, и он будет худеть до тех параметров, которые, в принципе, ему позволят дальше спокойно функционировать. С начала года в Нижневартовской окружной клинической больнице провели уже 45 таких операций, и все они удачные. Правда, врачи отмечают, хоть бариатрическая хирургия и позволяет человеку избавиться от лишнего веса, многое зависит от него самого, будет ли он соблюдать диету и слушать советы врачей. Тельман Бахышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. А теперь новости, которые югорчане обсуждают в интернете. Жительнице Мегиона требуется помощь югорчан Саше Базмаковой, 21 год, и ей нужна поддержка неравнодушных людей. Девушка страдает от наследственной сенсорно-вегетативной нейропатии седьмого типа. Сейчас для поддержания жизни ей нужен кислородный концентрат стоимостью 379 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Добро без границ» объявил сбор. На счет поступило пока только 7 тысяч. Реквизиты для помощи Саше Базмаковой можно найти на сайте нашего телеканала. Вопросы югорчан по мусорной теме будут рассматриваться быстрее. Окружной департамент промышленности и ЦУР сократили сроки рассмотрения обращений по теме твердой коммунальной отходы с 30 до 20 дней. Такое решение приняли на основании анализа обращений граждан. Отметим, в категорию вопросов твердой коммунальной отходы входят обращения о несвоевременной вывозе ТКО с контейнерных площадок, вопросы правомерности утвержденных нормативов накопления ТКО и другие. Югорские каратисты завоевали сразу три медали всероссийских соревнований. Сургутяне Сергей Спицын и Аратюн Антонян взяли золото и серебро состязаний в весовых категориях до 67 килограммов и до 75 килограммов соответственно. А среди юниорок серебро весовой категории свыше 59 килограммов взяла Сабина Меджидова из Нягани. Отметим, что за звание лучших каратистов боролись больше восьми сотен спортсменов из 32 регионов России. Человек-собаке друг. В Пойковском неравнодушные жители спасли четвероногого из плена. Пес провалился в котлован с водой. Ловушка оказалась глубокой. Выбраться оттуда самостоятельно у собаки практически не было шансов. На помощь пришли рабочие. Один из них забрался в ковш экскаватора, а водитель доставил товарища в яму. Спаситель затащил напуганную собаку в ковш. Так что, несмотря на некоторые нарушения техники безопасности, операция завершилась благополучно. Видео набрало тысячи просмотров и лайков. Пользователи соцсетей восхитились смелым поступком югорчан. В Югре произошло тройное ДТП. Авария случилась накануне вечером на трассе Сургут-Нижневартовск. Водитель иномарки не сохранил безопасную дистанцию, врезался в экскаватор-погрузчик. А дальше легковушку откинуло на Ниву. В результате пассажирка внедорожника получила травмы. Всего за последние 24 часа в Югре произошло два ДТП. В них пострадали два человека. Кроме того, полицейские задержали на дорогах округа пять пьяных водителей. Еще шесть человек отказались от медицинского освидетельствования. Штраф за выезд на полосу встречного движения получили 43 водителя. 29 автомобилистов пренебрегли правилами безопасности и не пристегнули детей удерживающим устройством. В советском районе прошли соревнования по громкости. Нет, участники не кричали, а включили музыку. Соревнования по автозвуку собрали с десяток водителей из четырех муниципалитетов Югры. Сколько стоит оборудовать автомобиль и на что способна такая техника? В материале моих коллег. В минувшие выходные в советском дрожала земля. Нет, это не стихийное бедствие. Всему виной соревнования по автозвуку. В этом году проверить мощь своей акустической системы приехали автолюбители из Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска и, конечно, из поселений Советского района. Участников разделили на три категории – новичок, профессионал и мастер. Оценивание идет за счет датчика давления, который приклеивается на присосках, ставится на лобовое стекло. И там уже смотрим по цифрам, кто как. То есть все исключительно на технике основано, технологическое измерение, человеческий фактор не влияет? Ну как, тоже можно ошибиться, не докрутить или перекрутить, может предохранить их сгореть или еще что-нибудь. Но, как говорится, техника не подвела, и все участники показали максимальный результат. Удивил организаторов гости закружной столицы. В машине у Артема Чулошникова было так громко, что от акустической волны колыхались волосы и одежда участника. Такой эффект на старенькой Тойоте Артема, которую он оборудовал специально для участия в подобных соревнованиях, обеспечили 10 сабвуферов 12-го калибра. Не считая менее крупных акустических элементов, а установленные в автомобиле усилители вовсе используются едва ли на треть от проектной мощности. Стоит усилитель 20 кВт с ТЭЦом. На самом деле он сейчас не на 20 играет киловатт, так. Киловатт он на 4, на 5. По питанию Титанат стоит. И собран фронт на этих же компонентах. Кикс, линейки Ходшот. Сколько стоит все это удовольствие? Так-то не считали, но со стоимостью машины весь проект обошелся примерно в 600 тысяч. В районе 400 тысяч рублей это стоимость оборудования. В подарок участники получили не только кубки, но и такие аксессуары для своего автомобиля, как шумоизоляция и магнитола. Возможно, это поможет любителям громкого звука вывести свою технику на новый уровень перед следующими соревнованиями. Дмитрий Пришвицин при поддержке телеканала Первый Советский. Хоккеисты Югры потерпели второе поражение подряд. На этот раз обидчиком выступила команда Ишсталь. Соперник активно начал встречу и уже на пятой минуте открыл счет. Через пять минут югорчане усилиями Артема Антипова смогли отыграться, а под занавес первого периода склонили чашу весов в свою сторону. Роман Крикуненко отправил шайбу ворота. Перерыв явно пошел на пользу хоккеистам Ишстали. Из-за второй игровой отрезок хозяева льда провели четыре результативные атаки и вырвались вперед. Югорчане колыхнули сетку ворот Ишстали только один раз. Взять им вновь отметился Роман Крикуненко. В третьем периоде болельщики увидели всего один гол. Отличились вновь хозяева льда. Красные наказали Мамонтов за игру без вратаря. Итоговый счет 6-3. Югра потерпела второе поражение подряд. В следующий матч команда сыграет в Перми с молотом 1 октября. Югорская волейболистка Виктория Кобзарь выиграла первенство мира в составе национальной команды. В мексиканском городе Дуранго завершились соревнования среди девушек не старше 18 лет. Там в составе российской дружины играла сургутянка Виктория Кобзарь, которая, к слову, была капитаном команды. В финальном противостоянии наши волейболистки встретились со сборной Италии и добились убедительной победы со счетом 3-0. По итогам турнира наша спортсменка вошла в символическую семерку, как лучший связующий игрок мирового первенства. Отмечу, в возрастной группе до 18 лет наши волейболистки не знали побед 28 лет. Слэш-хоккейная команда Югра в Сухой обыграла тульскую звезду. Накануне в Ижевске дали старт первому этапу чемпионата страны. Там в хоккейных баталиях сойдутся 8 команд. Югра в стартовом поединке встретилась со звездой. Первый период прошел в безголевом затишье, но во втором и третьем периодах югорчане смогли забросить по одной шайбе. Первым праздновал успех Илья Волков, затем точным броском отметился Михаил Мячин 2-0. Сегодня Югра сыграет с торпеда. Следить за новостями телеканала Югра можно в Инстаграме и ВКонтакте. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра.